Управление Генеральной прокуратуры в Уральском федеральном округе подвело итоги работы в первом полугодии. Всего за полгода органами прокуратуры УРФО выявлено свыше 130 тысяч нарушений закона, внесено более 19 тысяч представлений, принесено 13 тысяч протестов, направлено в суд свыше 36 тысяч исков, привлечено к ответственности около 28 тысяч лиц, возбуждено 867 уголовных дел. Проблемной зоной остается ЖКХ. За полгода в округе выявлено свыше 6 тысяч нарушений закона в этой сфере, 1626 должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной и административной ответственности, имеются основания полагать, что благодаря работе прокуратуры удалось избежать нескольких крупных коммунальных аварий накануне отопительного сезона. Остро стоят проблемы дольщиков. По оценке заместителя Генерального прокурора России Юрия Пономарева, проводимая работа по защите их прав не в полной мере отвечает предъявленным требованиям. Надзорные мероприятия будут продолжены. Работа по защите прав субъектов предпринимательской деятельности за 6 месяцев привела к предотвращению 635 необоснованных внеплановых проверок. Органами прокуратуры вскрыто и пресечено свыше тысячи нарушений в этой сфере. 204 должностных лица привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. На недавнем совещании под председательством Генерального прокурора Юрия Чайки также озвучена общероссийская проблема – долги по зарплате. Генеральный прокурор говорил и обращал внимание о том, что есть проблемы по заработной плате. В перечне неблагонадежных, так в этом плане, если можно выразиться, регионов, регионы Уральского федерального округа не прозвучали. У нас официально это 13 миллионов за должность. Она для округа, конечно, минимальная, но есть многомиллионные латентные долги. В каждом субъекте где-то больше, где-то меньше. Естественно, как и везде по стране, есть предприятия банкроты, изыскание там затруднительное, но в любом случае нужно принимать меры погашения этих долгов. Сегодня в округе предприятия банкроты обеспечивают основную часть скрытой задолженности по зарплате. Эффективность работы в этой сфере требуется повысить. Также в повышении эффективности нуждается работа по пресечению коррупции. На постоянном контроле прокуратуры продолжает оставаться надзор за деятельностью органов предварительного расследования, а также за соблюдением прав и свобод граждан в уголовном судопроизводстве. Продолжение следует...